Просто посмотрите, какая красота и как человек смотрится в этом бассейне. Представьте, что это вы уже на релаксовом отдыхе. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Меня зовут Юрий Азаровский. Вам всем привет, Черноморский. У нас сегодня солнечно, жарко. Сейчас плюс 30 градусов. Давит температура и есть повод показать вам очень хороший, можно сказать, элитный отдых на первой береговой линии в собственном доме с бассейном, анимациями, парковками, закрытой территорией, своим пляжем. Великолепное место. Хотел бы здесь и отдыхать, но я тут живу. Сан-Двилла. Называется это Тополиный проезд 5, друзья. Приступим к обзору. Мы начинаем свою съемку с Пионерского проспекта. Чтобы сюда не возвращаться, расскажу про инфраструктуру. Здесь в 5 минутах находится аптека и магазин, которым вы можете воспользоваться, если вдруг вам что-то понадобится. С левой стороны неиспользуемая территория, которая застыла во времени. С правой стороны детский лагерь Бимлюк находится. Ну и по пути здесь в тишине расположилась сама Сан-Двилла. Территория, как вы видите, полностью закрыта. По прямой мы видим уже дюны. Это все находится прямо на море. Ближе просто некуда. На входе есть рецепшн, где вас встречают, принимают. И вход для захода на территорию мы используем браслетики. С левой стороны у нас находится 12 домиков. Перед ними мы видим вдоль забора паркуются автомобили. У вас будут пульты, чтобы вы сами открывали ворота, заезжали на территорию. А с правой стороны находится общее пространство. Здесь будет оборудован фудкорт. Он будет работать с 1 июня. Здесь будет заказное меню, из которого вы можете выбрать и заказать себе еду на весь день. Будут обеды, завтраки и ужины. Посередине мы видим прекрасный бассейн. В длину он 11 метров. Детская зона 60 сантиметров. Вода невероятно красивого лазурного цвета. С правой стороны мы видим бунгало. В бунгало уже входят стоимость проживания. Здесь с 1 июня также будет работать детская зона. С детьми будет работать профессиональная няня. Будут устраивать разнообразные мастер-классы, обучение. В общем, занимать ваших детей каждый день. Также 1-2 раза в неделю на территории будут проводиться анимации. Вернемся к бассейну. Он с подогревом. Температура воды 27 градусов. С левой стороны имеется детская зона. Горка Качель. С левой стороны место, где вы можете поесть. Можно будет как внутри расположиться, так и на улице. Честно, меня прям пленил цвет этого бассейна. Захотелось самому туда занырнуть. Вода такого цвета крайне редко встречается. Большие молодцы. Сделали действительно красоту. Территория с невысоким забором. Здесь на джеках вы сможете постоянно получать солнечные ванны. Море рядом. Ребята загорают здесь. Теперь мы возвращаемся к домам. Как-то их домики там, бунглы. У меня не поворачивается язык называть, потому что я уже был внутри. Видел, как там все обустроено. То есть у каждого свой вход, свой домик. Сзади есть прилегающая территория. Дома есть двухкомнатные и трехкомнатные. Они все по 130 квадратов. Просто двухкомнатные отличаются планировкой. Мы с вами сейчас посмотрим трехкомнатный домик. Представьте, что это вы припарковали свой автомобиль и заходите в свой домик. Номер два мы сегодня смотрим. Он самый прекрасный, как мне сказали. Но остальные от него фактически не отличаются. Вход по браслету. И здравствуй. Наш великолепный тихий и спокойный отдых. У меня уже зажидается мой рюкзак здесь. И начнем обзор, друзья. Ну, мы попадаем в прихожую. Та прихожая, которая, в принципе, и должна, наверное, быть не только где-то на отдыхе, но у вас дома. Она огромная. У нас с правой стороны место, куда разместить вашу верхнюю одежду, обувь. Есть набор тапочек, в которых вы перебываетесь. Также место для хранения. Здесь очень много отделений. Есть утюг, гладильная доска, сушилка. Немаловажно, что есть зеркало, чтобы оценить, насколько вы сегодня красиво выглядите. Картины, очень большие пространства. У нас здесь кухня-гостиная. С правой стороны вход в санузел. Он тоже достоин внимания. К нему мы вернемся отдельно. С правой стороны большая зона кухни. Есть такая барная стойка. Столешница, за которой можете поесть. Есть микроволновая печь, чайник, холодильник, посудомоечная машина, раковина. Большая комфорта для приготовления пищи. То есть, в принципе, здесь дом оборудован, чтобы вы могли сами здесь проживать, себе готовить и ни о чем не думать. Но питание с летнего времени уже включено. Стоимость. Кастрюли, сковородки, поварешки, тарелки. Посуда для битья, даже чай для заварки имеется. Ну и сам чай, соответственно. Это чтобы вы точно не сомневались. Большой стол, рассчитанный на 6 человек, как и сам домик. 6 человек, комфортное проживание. Здесь у нас большой диван для просмотра телевизора, времяпровождения, вечернее время. Здесь с этого домика есть выход на террасу. На других тоже есть, но они отличаются тем, что на них не будет бунгало. Оно есть только у этого домика. То есть, свое отдельное, вы видите, как вы, отделены от всех. И плюс, что у нас есть и второй выход на террасу. То есть, вы можете расположиться как здесь, так и с этой стороны. Здесь теневая зона. Вообще, прекрасное местопровождение. И возвращаемся в кухню, в гостиную. Здесь можно отдельно отметить электрику. Куча проходных выключателей, которые выключают свет там, там, там. Просто это замучаюсь все показывать. Но оно работает, я реально сам проверил. Смотрим санузел. Та-дам! Посмотрите, какая душевая зона. Здесь, наверное, все шесть человек могут одновременно мыться. Тропический душ, обычная душевая, огромнейшее зеркало, раковина. Также имеется инсталляция. Зеркало, кстати, с красивой подсветкой. И полотенцесушитель, чтобы всегда было теплое, свежее полотенце. Домик вам самим убирать не придется. Здесь уборка уже включена, стоимость проживания, также замена полотенец и замена постельного белья. Поднимаемся на второй этаж, куда ведет у нас такая великолепная лестница с очень красивыми перилами и великолепная подсветка. Подсветка также, что внизу включается, выключается, что вверху. Наверху у нас четыре двери. Одна из них санузел, остальные три спальня. Заходим в первую лестницу, пойдем по часовой стрелке. Ну и пространство здесь также поражает. Вот. Двуспальная кровать с красивым изголовьем, прикроватными тумбочками, светильниками. Напротив висит телевизор большой. Ее расстояние прекрасное, чтобы вам не ломать глаза с правой стороны. Есть столешница с пуфиком и зеркалом. И так вот выглядит место для хранения сейфом, полотенцем и халатами. В этой спальне есть свой балкон. Или терраса ее правильно назвать, потому что язык, честно, с трудом поворачивается называть это балконом. Там есть мебель на балконе и вот такое вот огромное пространство. Я специально дойду подачу, чтобы просто формат балкона этого оценили. Это терраса больше, чем верить, что, наверное, так правильно. Тут также есть освещение, красивая архитектурная подсветка. В принципе, все дома в вечернее время выглядят очень классно. Покидаем эту комнату и идем в следующую. Здесь у нас двуспальная кровать. Также есть подсветка, прикроватные тумбочки, картины, зеркало с правой стороны. Здесь большое окно. А впереди у нас место для хранения. Все комнаты оборудованы сплит-системами. Я думаю, здесь это подразумевается само собой. Можно не обращать на них внимания. Пропускаем пока санузел и идем в еще одну комнату. Здесь с правой стороны столешница с пуфиком. Есть кровать, также подсветка, прикроватные тумбочки, место для хранения, зеркало и большое окошко. По прямой у нас находится санузел. В санузле раковина, стиральная машина, столешница, зеркало, имеется фен. И здесь самое важное, что находится ванная. Для многих это является решающим фактором. Инсталляция, биде, полотенцесушитель. Ароматы здесь стоят везде. Цветочные, вкусные. Мне, блин, честно, мне нравится. Ты ходишь, как будто в другую реальность какую-то попал. Один проходной покажу. Включил я внизу, выключил вверху. Стоимость проживания в этом доме 27 тысяч сегодня. Если вы приедете в шестером, заселитесь и получите максимум удовольствия от отдыха. Дорого или дешево, не мне решать. Но я знаю, что сейчас в некоторых отелях Анапы люди платят гораздо больше за номер. Здесь вы получаете целый дом. Какой отдых выбирать, решать вам. А мне осталось сводить вас на пляж и показать, насколько это близко. До пляжа руководство здесь заявляет 3 минуты. В зеркало окидываем себя взглядом. Ничего не забыли. Пойдем. На улице у нас имеется ногомойка. И выходим с правой стороны. Это ближайшее место для того, чтобы отправиться к пляжу. А вот он и пляж. Здесь около 30 метров до него. У меня получается здесь, наверное, один из самых обзоров коротких путешествий на море. Давно я такого не снимал. Я, по-честному, даже обуваться не стал. Потому что здесь чисто и красиво. И до плеска очень близко. На обратном пути подойду и помою ноги. Здесь уложен настил. То есть вам придется идти даже по горячему песку. А спокойно путешествуйте на море, как это и должно быть. Виды, конечно, здесь располагают сегодня. То есть у нас песчаное побережье. Впереди мы видим дельфинов в море. Яхта с красным парусом. Это, скорее всего, осоль сейчас ходит по море. Кстати, если вдруг вы хотите прокатиться на яхте, звоните по номеру телефона. И вам все устроят. Мы буквально вчера выходили в море. Ощущения просто незабываемые. Красота. Доступ по браслетам у вас на пляж Море Лето. Здесь есть душевые, санузел, переодевалки, лежаки. То есть все, что вам надо. В данный момент времени пляж заканчивает свое оборудование. Будут также и зонтики. Вы будете в дальнейшем пользоваться этим пляжем. В стоимость все включено. Там есть и футбольное поле, и волейбольная площадка. То есть территория здесь большая. А песок тут, походу, даже просеяли. По крайней мере, он таким выглядит. Температура воздуха 32,6. Пока я тут стоял и мерил, температура вообще выросла до 21,6. Друзья мои, мы вас ждем. В Анапе приезжайте. Выбирайте себе место отдыха по вашим финансам, душе. Везде есть хорошие места. Везде есть какие-то проблемы. Там водоросли могут быть возле берега. Переступили и пошли. Либо чуть лево-вправо нашли чистое море. Здесь отдых великолепен. Первая береговая. Дороги переходить не надо. Закрытая территория. Очень красивый бассейн, который мне понравился прям очень-очень. Я хотел бы сам там искупаться. Ну и дом выше всех похвал. Здесь видно, что люди вложились, как бы ни на чем не жалели. И сделали все по высшему уровню, высшим стандартам. Ну а вас жду в комментариях. Мы продолжаем съемки объектов туристических. Я надеюсь, что эта информация для вас полезна. Пишите об этом, а то мне пишут, что не хватает чего-то. У нас трансляции нет-нет проходит. Обзор на развлечения и гостевые дома. Ну а если хотите больше информации получать, то я вас жду в нашем телеграм-канале. Вы видите его на ютубе. А здесь сайт, номер телефона этого места размещения есть у нас в описании, в названии. Обращайтесь. Всем великолепного лета, прекрасного отдыха. С вами был Юрий Озаровский. Вам всем привет, Черноморский. Увидимся. Ну и самое главное, после моря не забывайте мыть ноги. Совершенно пост прям кайфовый.